В Славянском районе продолжает действовать программа формирования комфортной городской среды, созданная непосредственно по инициативе жителей при поддержке партии «Единая Россия» и общественного движения «Общероссийский народный фронт». Это молодая программа, которая в нынешнем году исполняется всего год, но результаты, которые она принесла жителям Славянского района, серьезные. Новое благоустройство в старых дворах многоквартирных домов, общественные места отдыха – все это направлено на то, чтобы создать для жителей Славянска по-настоящему комфортную среду. «Маленькой ёлочке не будет холодно зимой. Её обязательно будут холить и лелеять неравнодушные жители двора многоквартирных домов по адресу Лермонтова, 270. Но обо всём по порядку». Первые итоги действия программы формирования комфортной среды жители Славянска-на-Кубани смогли по достоинству оценить, празднуя Новый год в отремонтированных дворах. Но вот прошла их первая зима после перерождения. Почти завершилась первая весна, и наша телекомпания вместе с коллегами из печатных СМИ решила проехать по некоторым завершённым объектам программы, чтобы посмотреть, как они преобразились в тёплое время года, а также узнать, что об этих обновлениях думают жители. Первым в списке выбранных объектов стал двор по адресу улицы Лермонтова, 270. До участия в программе жители этих многоэтажек привыкли внимательно планировать свой путь к подъезду, чтобы не замочить ноги и не споткнуться о неровности. Домком многоэтажки Екатерина Буртовая говорит, даже вспоминает страшно, что здесь творилось. «Что сделано сейчас, конечно, красота. Люди довольны, люди радуются. И детская площадка, сейчас тишина, конечно, но вечером тут как саранча все. Тут столько детей, не только наши, с наших домов, но приходят из других домов, приезжают тут с родителями, с колясочками на машинах, останавливаются, поиграли, детей забирают. Вообще здесь, конечно, вечером тут кишит». Стоит отметить, что участие в этой программе соответствует простой формуле – инициатива жителей, ответственность власти. Жители этих многоэтажек сообщили о своих проблемах на расширенном приёме граждан. По совету власти собрали пакет необходимых документов, а дальше уже за дело взялось руководство района и города. «Квартальная, и глава Северного округа, Тышенко Александр Николаевич, все тут были, все помогали, по возможности все тут были задействованы в этом нашем проекте. Они за день несколько раз приезжали. Не просто там один приехал, Тышенко, и всё. Вот вся администрация, буквально вся, приедут, проверят, посмотрят, как работают работники, как наши, кто выходит, кто помогает». О том, чтобы безучастно наблюдать за ремонтом из окна, жители этого дома и не помышляли. Все свои силы они направили на благоустройство двора. «С утра до вечера мы тут все помогали, все, кто мог, все, кто был дома. В общем, все своими силами помогали. Убирали мусор, вносили, где все, что нужно, все мы помогали. Даже вот я не могу сказать. И дети помогали, тут привозили землю, все разгребали. В общем, короче, были задействованы, все, кто мог, все помогали». И сейчас каждый стремится внести свою лепту в благоустройство, облагораживая клумбы и заботясь о только что высаженных молодых деревцах. Особая гордость двора – это новая детская площадка, где есть занятия по душе для детей всех возрастов. Малыши катаются с горки, ребята постарше, приобщаются к спорту. Позаниматься на тренажерах хочет и старшее поколение жителей, но пока стесняется. Зато восторг от сегодняшнего облика двора выражают все. «Любого спроси, все будут довольны. Так что тут и дети приходят. Они вот иди сюда на минуточку, пусть тебя спросят. Вот она тут, бабушка в неё живёт, они тут внук и внучка. Вот спросите, вот как они, что довольны, недовольны площадочкой». «Довольны все, красиво». Порадовавшись благоустройством вместе с жителями Лермонтова-270, мы отправились в молодёжный парк, место, которое прямо создано для отдыха. Расположенный в самом центре города, он как магнит тянет всех и каждого посидеть в тени деревьев. Лавочки здесь сконструированы под определённые цели. Одни оснащены столешницей для настольных игр, другие установлены кучно в точке, откуда в ближайшем времени будет раздаваться Wi-Fi и где будет оборудовано место для подзарядки гаджетов. Встретивший нас в парке начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников пояснил, что это не просто парк для отдыха молодёжи, это место для реализации их творческого потенциала и при этом зона ответственности. Парк у нас закреплён за всеми учреждениями образовательными нашего города. Школы, СУЗы и Кубанский университет филиал. Они выделены определённая неделя, с понедельника по воскресенье. Вот они, это учреждение, занимаются тем, что следит за санитарным порядком. И два раза в неделю они проводят здесь вечером мероприятия. Это среда и пятница. Какое-то массовое мероприятие, культурно-творческое, поэтические вечера, чтения. В субботу у нас здесь будет проходить вечер песен под гитару. Если с творческим наполнением досуга молодёжи всё ясно, то с местом для обмена книгами пока возникают заминки. Библиотеки постоянно пополняем. У нас народ ещё не совсем понимает, что можно свои книжки приносить, меняться. А берут только книги с собой. Здесь читают и просто, может быть, с собой кто-то уносит. Ну, постоянно пополняем. Мы изучали опыт других городов и регионов, где проводится. Тоже сначала книжки просто брали с собой, а потом поняли смысл этого всего. Начали приносить свои книги. Ещё не все работы проведены в парке. Готовится освещение, после установки которого будет обустроен газон. Но и сейчас у этого места уже есть свои постоянные посетители. Я здесь очень часто гуляю с мужем, с детьми в особенности. Так что вообще очень большие молодцы, что это всё сделали. Мне очень нравится здесь. И вообще в Славянске очень много мест сейчас стало. И можно вот особенно с семьёй, с детками погулять. Так что большие молодцы. Пока молодёжный парк только завоёвывает своих посетителей и набирает традиции, аллея любви, расположенная несколькими кварталами далее, уже давно стала одним из самых посещаемых мест города. Свадебные прогулки и фотосессии. Вольер с белками. И, конечно же, детская площадка и фонтан. Здесь компактно сочетается всё, о чём может мечтать и взрослый, и ребёнок. Нравится то, что здесь уютно, очень комфортно. Ребёнку нравится смотреть на белочек. Очень уютно и комфортно. На площадке пока и не играется, но вот здесь увлекается очень долго. На лавочке, особенно фонтан, когда работает, то есть там тоже долгое время проводим. Вот только небольшая часть тех хороших изменений, которые появились в Славянском районе по итогам реализации программы в 2017 году. В 2018 в планах направить на создание комфорта ещё 20 миллионов рублей. Причём основная часть средств будет выделена на благоустройство дворов многоквартирных домов в станице Петровской. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».